Из Казани депортирован известный исламский проповедник, сотрудник отдела Дагвата, то есть исламского просвещения паразелитизма Али Ибодов. Этот человек достаточно известный, он таджик по национальности, но долгие годы жил в Российской Федерации. У него была супруга гражданка в Российской Федерации, четверо детей на иждивении. Он занимался действительно очень важной и нужной работой, его ценили, любили и прихожане, его ученики, и те, кто слушал его, те, кто внимал его призыву исламскому. И он получал абсолютно символические деньги, 13 тысяч рублей, и, собственно говоря, он сказать, что он выполнял большую работу за духовное управление мусульман в республике Татарстан. Но так получилось, видимо, что силовые структуры были недовольны им. Недовольны потому, что он занимается правильным делом, естественно. Они ведь ищут только таких людей, кто идет в разрез их политики. А их политика заключена в том, чтобы ничего не происходило, чтобы люди маршировали под одну песенку, под одну мелодию и, собственно говоря, оставались во мраке и во тьме неверия. Иной вопрос, что, к сожалению, Вуховное управление мусульман в республике Татарстан ничего не сделало для того, чтобы предотвратить депортацию его. Потому что причиной явилась, ну, вот та самая бюрократическая заковырка, на которую часто вот эти вот бюрократы зацепляют. Собственно говоря, бюрократия нужна для этого. Бюрократия ничего не решает. Бюрократия – это система табу, запрета и оно, разрешение. Если уж мы берем вот ту малайскую традицию, которая вошла в концептуальную часть юриспруденции. То есть это запрет и разрешение. Печать и роспись – все. Но они превратили вот эти две позиции в абсолютный инструментарий для того, чтобы издеваться над людьми, для того, чтобы держать их повиновение, для того, чтобы изымать из них деньги, коррупционировать. То есть абсолютно коррупционная система. И люди являются заложниками этой системы. Но с другой стороны, духовное управление мусульман тоже является частью системы. У нее тоже есть какие-то полномочия. Оно тоже, уж извините меня, часть этой администрации. В свое время, как мы знаем, в конце 18 века, когда была организована Оренбургское духовное магометанское собрание, оно сформировалось, оно и организовывалось именно как часть колониальной администрации для того, чтобы управлять мусульманами по Волжи, татарами и башкирами. Потому что по-другому совладать с ними невозможно было. Бесконечное восстание и последнее, конечно, восстание Пугачева, которое сильно напугало Екатерину Вторую. Но мы ушли в глубь истории, но как бы там ни было, важно понимать, что он депортирован в Таджикистан, в страну, где правят Изувер и Мумали Рахмон. Там ислам фактически под запретом. Мы вот каждые две недели делаем стримы с лидером таджикской оппозиции, председателем партии исламского возрождения Таджикистана, Кабири. Внизу будет ссылка, можете посмотреть. И он рассказывает, что там творится. Там люди не могут жить. А тем более такие яркие люди, честные, совестливые, верующие мусульмане, конечно же, попадают под пресс системы и силовых структур. И наверняка его ждет там тяжелая участь. И эта участь будет висеть на спине этих чиновников из духовного управления мусульман, которые не смогли ничего сделать, не противодействовали. Написать такое полутонное сообщение о том, что мы сожалеем, но это все могут. Но у вас есть полномочия, в конце концов. Задействуйте рычаги. По крайней мере, не позвольте депортировать его туда, где наверняка его ждет тюрьма и, может быть, и более тяжкие страдания. Потому что он закон это не нарушал. Хотя там сказали, что он якобы нарушил правила пребывания, временного пребывания в Российской Федерации, он обжаловал это решение суда и этим делом занимался известный адвокат, наш друг Руслан Нагиев. Но его в Казани задержали во время того, когда он занимался непосредственным делом, работал. И, собственно говоря, там он и подписал отказ от этого обжалования. Ну, видимо, серьезно надавили. Мы не знаем, что именно произошло, но раз вынудили, раз человек согласился уехать туда, где наверняка его ждет тюрьма, значит, были какие-то весомые причины. Возможно, они пригрозили семье и детям, что если ты не уедешь, мы там их депортируем. И, конечно, он как правильный человек, как мужчина, как мусульманин, прежде всего, подумал о судьбе своей семьи. В этом плане, конечно, вот нашим чиновникам надо брать у него пример, потому что он поступил абсолютно доблестно. Работал за символическую зарплату, этих денег ему, конечно, не хватало. Он объездил всю республику со своими проповедями и вел эту проповедь в том числе и среди татар, и среди мигрантов. И не было у силовиков никаких к нему претензий, что он там занимается не тем проповедческим делом. Но вот, видимо, его вот эта активность сильно их взбеленила. И второе, конечно, важно, что мы оказались в той ситуации, когда мы, когда мы, ни хозяева, ни себе, ни своим делам, ни своим словам, фактически заложники. Как говорит Всевышний в Коране, не поменяется ваша судьба, пока вы сами не захотите, пока вы сами не будете над этим кропеть и работать. А мы видим, что никто над этим не работает, все принимают ситуацию такой, какой она есть. Это, конечно, вот та самая, извините, духовная кастрация татар и тех людей, которые вот там сидят. Потому что по-другому я не могу это объяснить. Я не могу по-другому объяснить. У вас все есть и полномочия, и деньги, и медальки, и слава. Все у вас есть. И телевидение, и другие средства массовой информации. Но зачем это все, если вы не хозяева всему этому? Что вы пишете и говорите то, что вам прикажут сверху? Это, по сути говоря, игра с шулером за одним столом. Зачем это? Зачем, что называется, поддерживать всю гнусность, которую мы сейчас наблюдаем? Потому что в конечном итоге они теряют свой авторитет. Люди просто еще понакатаны и верят им. Говоря о том, что вот человек в челме. Это сразу автоматически определяет его как человека высокого духовного. Статуса и моральных принципов. Но мы знаем, что это не всегда так. И рано или поздно глаза у людей раскроются. Поэтому я эту ситуацию, этот случай квалифицирую как очень важную составляющую того кризиса, в котором мы все очутились. Мы не можем помочь одному человеку, который там не нарушал глобальный закон. Который работал за них, за себя и за того парня, как говорится. И много таких случаев. Вы знаете, что мы про муфтият и про их дела говорили много. Я не из того, что их сильно не люблю. Наоборот, мы хотим очистить, облагородить этот институт. Хотя и создан он был как часть колониальной администрации. Но раз уж другого у нас нет. То давайте, по крайней мере, сделаем его более эффективным. Обратитесь, скажите, чем помочь. Чем помочь? У вас же есть какие-то определенные ресурсы? Или вы настолько зависите от системы, что боитесь даже, собственно говоря, коммуницировать с умой, с джимаатом, с паствой, с людьми? Тогда о чем вообще речь? Действительно, тогда получается, что это управление. По управлению нами. Тогда она действительно, как говорят у татар, и семи жесемина туркеля. Когда содержание идентично его названию. Управленцы от системы, но только вот с духовным окрасом. Я не хочу злорадствовать, конечно, ни в коем случае. Моя задача попытаться помочь и Али Ибодову, честному человеку, мужчине, мусульманину, семьянину. И открыть глаза многим людям, что если мы и дальше так будем молчать, а придут за вами, кто же скажет против что-то? Что вы думаете, вас защитят, ваши регалии, многочисленные грамоты, ордена и так далее? Ничего не защитили. Потому что защитник только один Всевышний. Но если вы идете и ступаете на другую дорогу, вы служите князю мира сего и его приспешников, Тогда вы лишаетесь этого шафаата, тогда вы лишаетесь своего защитника. Вот только это. Ну и более конкретно, конечно, я думаю, что мусульмане должны понимать, что наша судьба в наших собственных руках. Часто так бывает. Поэтому мы должны помогать, содействовать вот этим людям. Поддерживать адвокатов, юристов, которые этим занимаются. А их немного, на самом деле, этих людей. Вы большинство их знаете. Это там Ашимов, Нагиев, Тугушев. Три-четыре человека. Они вот отбиваются за нас всех. Это помогать средству массовой информации, которая освещает эти проблемы. Помогать обездоленным и нуждающимся мусульманам, вдовам, детям, в конце концов, не рассчитывать на все эти структуры по управлению мусульманам. Потому что им завтра скажут, этим не помогать, потому что он там, скажем, экстремист или она экстремист. И все. Лапки кверху. И отчалил теплоход. Поэтому нам нужно обретать субъектность собственную. Субъектность обретается только в осознании того, что мы противостоим системе как конструкту реальности зла. По-другому никак. Только вот самосознание этого и лишение себя вот этой вот розовости мира поможет нам. Чем меньше мы наивны, тем больше мы политически и в гражданском смысле выстроены на то, чтобы быть тем, кем мы хотим стать. Продолжение следует...